Здравствуйте, меня зовут Нина Гуси. Самое глупое, что ты приходишь на какие-то пробу, ты назовешь название вот этих вот спектаклей, и как бы так все сидят, пытаешься подумать за этот момент, я должна сейчас быть более милой, или более серьезной, или более строгой. Мне сейчас голос нужно пониже сделать, или так вот нормально говорить. А что, хорошо получается, что ли? Последняя моя роль была террористка-народоволец, и мне кажется, что тот какой-то внутренний конфликт у меня с самой собой, он каким-то образом проявляется. Что-то я перемудрила сейчас, я на самом деле нормальная. Сложный вопрос. Но мне кажется, что любой амбициозный человек начинает сомневаться в какой-то момент. Сначала ты на такой инерции идешь в театр, и так вот готов играть все что угодно, как угодно, сколько угодно. А потом ты просто начинаешь задавать себе вопрос, а будет ли там дальше еще что-то. Я сейчас сижу умничаю, на самом деле я прихожу на репетицию, и просто мне, если вот мы не посмеялись как следует, то как бы смысл был сюда приходить. Ну да, мне важно оставить после себя что-то значимое. У меня были странные кастинги, конечно, их было много. Мне нужно было относить свою больную собаку к доктору, и мне дали игрушечную собаку. Это была такая замшелая, какая-то плюшевая. И мне еще и подкидывали, типа, что она вырывается. И я как бы дергала ее сама. И как бы... Уже это было, да, Анна Каринова? Нет, я не хотела, Анна Каринова. Хотелось бы с людьми работать какими-то, которые бы меня вдохновляли и заинтересовывали. С неравнодушными людьми. Вот это меня сейчас вообще греет. Как-то надо уже понять, наверное, что зритель не дурак. Как только это перестанет быть основной мыслью тех, кто пишет и снимает, мне кажется, это куда-то двинется. Я стала заниматься документальной фотографией. Все, я ухожу. Я, кстати, вот не снимаюсь и в театре не работать не буду. Все, до свидания, ухожу фотографировать. Но такого нет. Я просто стала это совмещать. Я прошлым летом первый раз сходила в поход. Боюсь, что теперь я обречена до конца своих дней ходить в горы. Господи, как бы хочется опять сюда. Пожалуйста. 16 килограмм рюкзак весит. За спиной. У некоторых 19 он весил, потому что кто-то взял с собой гель для душа. Я решила как бы совсем жесткануть, и у меня не было. У меня был свой кусок мыла, и все, больше ничего. На самом деле это страшный сон интроверта. То, что как бы 14 новых людей. О-о-о, может, если поешь под гитару у костра, давай, уже скажи нам что-нибудь. Но нет, всем оказалось просто наплевать, что я актриса. И поэтому я сказала, я актриса. А, окей. Я не глажу носки, я знаю людей, которые гладят носки. Нет, просто я в пределах как бы нормы. Глубоко копнули, называется. Будущее за интровертами. Это я точно знаю. Мне кажется, что это такой тоже штамп, что актриса должна быть экстравертной и плясать на столе вот по щелчку. Это совершенно не так. Скажешь что-нибудь, ты думаешь, почему я так серьезно это отвечала? Это же нужно было как-то легко, как-то иронично. Получается очень серьезное. Счастливым? Да, я считаю себя счастливым человеком. Да. Не хватает иногда. Все, что я скажу, не хватает, это будет связано с профессией. Потому что она меня очень сильно волнует. Внутри такой огромный багаж есть. А как бы выразить его не получается. В работе не получается выразить. Или даже там с людьми какими-то близкими. Внутренний мотор постоянно работает. И очень мало получается сказать людям по-настоящему. Есть у меня, наверное, такое свойство как-то все время пересматривать, что я сделала. Тоже можно. Оно большого счастья не приносит. Вот. Сейчас опять умничаю. Да. Самоедство. Мне недавно сказали, как это называется. Это называется руминация. Руминация – это психологическая жвачка. Сеанс анонимных. Я не знаю, кого. Людей, страдающих от депрессии. Нельзя столько говорить про свои внутренние переживания. Да. Ну, главное, чтобы на ютубе вместо видео, где я читаю сказку, появилось что-то другое. Ну, пора мне замуж. Не пора замуж. Надо. Не рисовала у себя в тетрадках свадебные платья своей будущей. То есть у меня не было такой цели, как бы вот. Это может быть вообще какая-то другая профессия. Единомышленник по жизни, он не обязательно должен быть той же профессией. Это такая утопическая, наверное, картина. Удовольствие от общения там с семьей. Вот как бы удовольствие в смысле не таком, каком-то низменном, а вот в таком большом человеческом смысле удовольствия. То есть можно смонтировать, скажешь, что я сказала, что смысл в удовольствиях. Ну, нет. Это смысл, получается, удовольствия от жизни. Я не то имела в виду. Жить. Жить.